Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас всех на своем канале! Сегодня мы с вами приготовим вот такой вот домашний сыр. И готовить я буду в своей кухонной машине Кэмлот. Все, кому это интересно, оставайтесь на конце видео и давайте приготовим его вместе с вами! Для рецепта мне понадобится на литр молока 3 яйца, чайная ложка соли, 200 граммов жирной сметаны, у меня сметана 25%, а молоко у меня 3,8-4,2% Молоко надо брать жирное, сметану тоже надо брать жирную. Также, это базовый рецепт, но также по желанию в конце еще можно добавить укроп, тмин, что вы хотите. Но это по желанию. В кастрюлю выливаем молоко, добавляем соль и доводим до кипения. Я варить сыр буду в своей кухонной машине, потому что она у меня с индукцией. У кого нет такой машины, конечно, делайте это на газовой плите, на электроплите. Сразу скажу, что я взяла неправильную насадку для приготовления, позже объясню почему. Пока закипает молоко, разбиваем яйца и добавляем сюда сметану. Соединяем яйца со сметаной. И теперь в горячее молоко вливаем яйца со сметаной. И варим после закипания примерно 7 минут. Это если вы готовите на плите. Если вы готовите в кухонной машине, как у меня, то это после закипания примерно займет минут 20, потому что здесь ограниченная температура. Если у вас более новая модель, там и будет быстрее будет. Наша масса створожилась и начала выделяться сыворотка. Еще немного варим и снимаем с огня. Сейчас берем дуршлаг, застилаем ее двухслойной марлей и выливаем нашу массу. Я забыла добавить сюда зелени, поэтому добавлю сейчас все и перемешаю немножечко. Сворачиваем так вот марлечку, немножечко отжимаем. Сыворотку не выливаем. На ней готовим или блинчики, или дрожжевое тесто, что вы хотите. Из этого количества продуктов у меня получилось почти 800 мл сыворотки. Вот до сюда она у меня доходит. Просто на видео как-то не видно, засвечивается вот этот верх, засвечивается. Вот до сюда доходит сыворотка у меня. После того, как свернули наш сыр, я сверху ставлю сюда тарелочку и сверху ставим пресс. У меня это банка с вареньем. И держим так до полного остывания. Друзья, если вы тоже сыр будете готовить в кухонной машине, как я, не используйте эту насадку. Я использовала ее первый раз, хотела попробовать. Нет, с этой насадкой у меня все-таки молоко подгорело немножко, потому что до дна она не достает. Она просто для перемешивания смесей каких-нибудь, типа ризотто. Лучше использовать эту вот насадку резиновую, силиконовую, которая достает до дна и не даст молоку подгореть. Вот такой насадкой надо пользоваться. Так что я взяла неправильную насадку, это была моя ошибка, но ничего, буду знать теперь. И если вы готовите на плите, в кастрюле сыр, обязательно все время его помешивайте, чтобы он не подгорел. Вернее, чтобы молоко не подгорело. Прошло 3 часа, ну, давайте проверим наш сыр. Ну, и на выходе у меня получилось 392 грамма сыра, ну, почти 400 граммов сыра получилось. Ну, вот, друзья, вот такой сыр получился. Вот такая у него структура, очень легко нарезается. Сыр нежный, с таким сливочным вкусом. Ну, давайте посмотрим, как он ломается. Вот такой вот сыр, посмотрите. Постоял у меня сыр 3 часа и уже хорошо держит форму. Сыр очень вкусный, после холодильника он еще вкуснее. Что могу сказать о его вкусовых качествах? Мне, например, я такие сыры люблю более соленые. Он такой по вкусу, немножко пресный. Поэтому, когда в следующий раз я буду его готовить, я добавлю немножечко побольше соли, чтобы соль таки чувствовался. Мне нравится, чтобы он солененько, да? Вот как типа фитаки, что-нибудь такое, да? Яйца в этом сыре совершенно не чувствуется. Есть, может быть, какой-то там легкий, отдаленный вкус белка. И то, не знаю, возможно, даже и нет, да? Единственное, я говорю, что вот мужу тоже дал попробовать, он сказал, да, соленый будет вкуснее. Ну, а вы уже сами решайте, какой вы будете готовить, более пресный или такой более солененький. Ну, что, дорогие друзья, вот такой домашний сыр у нас получился. И, конечно же, получится у вас, если вы захотите его приготовить. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я с вами прощаюсь и увидимся как всегда в следующем выпуске. Всем до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok